Роберту Альмеру. Надо-надо проверять этого вратаря, несмотря на то, что он без игровой практики в клубе, тем не менее Марсель Колер ему полностью доверяет стенка. И кто же будет бить? Глушаков пробегает. Вот так вот разыгрывают наши. Подача на Смольникова. Здорово задумано было от мысли до воплощения. Вот буквально чуть-чуть россиянам не хватило. Опять-таки комбинация была придумана очень-очень неплохо, но слишком сильной получилась передача от Камбарова. Пока футутфу, чтобы не сглазить, вошел в игру Никита Чернов. И вот наконец появилось пространство в обороне у сборной Австрии. Можно этим воспользоваться. Кокорин. Дальше можно сыграть Нашатова. И у Олега хороший древлинг. Или вот такой удар. Шикарный удар в дальний угол. Низом очень плотно, но успевает сложиться Альмер и перевести мяч на угловой. Еще один опасный момент у австрийцев. Чуть-чуть замешкался Кокорин, но все-таки успел сбросить мяч. Нашатову и тот смело, не найдя других решений. Посмотрим, что сейчас придумают наши. Подача. Удар головой Олега Иванова. Но выиграть воздух у австрийцев уже. Хорошо, но вот удар игрока Грозинского телека акцентированным не вышел. Вот здесь посвободнее на левом фланге. Фукс. Передача. Надо мяч выносить. И это делает Чернов. Но подбор остается за австрийцами. Прострел низом. Опасно. Выносить надо мяч. Выносить. Через себя бьет. Да что ж такое-то. Через себя двухметровый Марк Янтур. Просунул на мяч в ближний угол. И уже бессилен был помочь российской команде Игоря Кенфея. Первый удар Юнузовича блокирует Глушаков. Ну а затем мяч так удачно отскакивает к Янку. И тут, несмотря на свой двухметровый рост, успевает сложиться. И очень здорово пробить нижний угол. Как так мяч отбирал Глушаков? Не очень. Как-то не совсем логично. Юнузович. Еще один хороший пас. Провал в центре обороны. Баумгартлингер перебрасывает мяч через Кенфея. И нам везет. Нам везет. Как же так? Но не мудрено, раз у нас несыгранный центр обороны. Мы проиграли мяч в центре поля. Юнузович очень легко его себя пробрасывает на ход и пробегает, не замечая Шатова. Передача на Баумгартлингера. И тот аккуратненько подсекает мяч над Игорем Акинфеевым. Нам откровенно везет мяч. Шаков на городке с Кокориным. Шатов все прекрасно видит. И видит там свободную зону для Камбарова. Камбаров штрафной. И ничего. Ничего. Не получился пас у Дмитрия Камбарова. Отметим передачу. Очень здорово растащили оборону. Австрийцев сейчас наши ребята в атаке освободили. Мало что получается нарисовать у сборной России впереди. Новосельцев. Чернов. Ох, какая ошибка Никита Чернова. Мартин Хартник. Мяч перехватывает. Был еще очень хороший шанс у австрийцев сразу после забитого гола. Харник бьет с левой ноги. Потрясающий пас Юнузовича. На рандеву с Акинфеевым он выписал на Баумгартлингера. Но Баумгартлингер чуть-чуть не рассчитал. Но ничего не поделаешь. Возможно, чем хуже ситуация для российской команды, тем сильнее она ее мобилизует. Хотя уж куда хуже у мяча. Роман Широков недалеко от угла штрафной. Россияне заработали. Право исполнить стандарт. Наброс. И здесь Камбаров головой. Бьет в ближний угол, но в ворота не попадает. 52 минуты без малого сыграны. 0-1. По-прежнему сборная России проигрывает в домашней, в английской премьер-лиге. Забил он не так много, всего лишь один гол. Но при этом является игроком стартового состава. Жирков с помощью скорого, с помощью Камбара.